Смотрите, Анатолий Федорович, значит, это вот понятые. Представьтесь, пожалуйста. Михаличенко Николай Григорьевич. Места Юрия Балабекова. По одному, фамилия имущества? Места Юрия Балабекова. Где вы проживаете? Город Змеев. Улица 20 октября, дом 55. Так, ваша, пожалуйста, фамилия. Михаличенко Николай Григорьевич. Где вы проживаете? Левковский, 47, город Змеев. Понятно. Анатолий Федорович, смотрите, я вам скажу, в связи с чем мы здесь собрались. Значит, у нас имеется постановление Змеевского суда. Постановление вынесено 11 августа 2010 года в суде Змеевского района Харьковской области Пархоменко МА с участием его прокурора Змеевского района Харьковской области Каладинского ДВ, рассмотрев в судебном заседании в городе Змеев представление следователя Суздминского района Харьковской области старшего лейтената милиции Цепко о проведении обыска по месту жительства Гайского Анатолия Федоровича. Значит, установили. Следователь СОЗ Минского района Харьковской области, старший лейтенант милиции ЗКОВ, обратился в суд с представлением, в котором указал, что 15.09.2008 года в ЗМИРГА Харьковской области обратилась в его котельниково-больничного комплекса по вопросу компетенции ущерба за 2006-2008 года, возникшего по разнице в тарифах за тепловую энергию, постановлялся бюджетом организациям района. В связи с несоответствием фактической суммы тепловой энергии, тарифом, утверждением организации местного самоуправления на общую сумму, пожалуйста, можете прочитать. Значит, в этот же день указанный вопрос был положительно рассмотрен на бюджетной комиссии ЗМИРГА Харьковской области и вынесен на рассмотрение сессии ЗМИРГА Харьковской области. По данному факту в производстве ЗМИРГА Харьковской области находится уголовное дело 79.10.0.283, возбужденное 11.08.2010 года по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Украины. По факту нарушения законодательства бюджетной системы Украины, в частности, использования должностными лицами ЗМИРГА Харьковской области, средств ЗМИРГА Харьковской области, вопреки их целевому назначению. В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что 19.09.2008 года в сессии ЗМИРГА Харьковской области было принято решение о внесении изменений в бюджет ЗМИРГА Харьковской области, в частности, направление средств в сумме, пожалуйста, сумму запечатлите, гривен, ООО, котельни больничного комплекса 23 сентября 2008 года. Денежные средства были перечислены ООО котельников больничного комплекса из районного бюджета ЗМИРГА Харьковской области. Вместе с тем, согласно заключению экспертно-экономического исследования номер 64-60 от 30.07.2010 года, вне эссе имени заслуженного профессора МС Бакариуса, указанное перечисление средств районного бюджета ЗМИРГА Харьковской области ООО котельников больничного комплекса осуществлялось с нарушением пункта 8 ст.31 закона Украины, номер 18.75.1В английская, от 24.06.2004 года. Беря во внимание то, что по делу, есть достаточные данные о том, что орудия преступления, вещи ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, которые могут иметь значение для установления истины по делу или обеспечения гражданского места, находятся по месту жительства Гайского АЭФ по адресу номер дома 12, переволок водогонной поселок Зийский ЗМИРГА Харьковской области необходимо провести обыск. Руководство ст. 177 Уголовного процессуального кодекса Украины постановил представление следователя СУЗМИРГА Харьковской области старшего лейтенанта Мелисы Цепковой удовлетворить провести обыск по месту жительства в других хозяйственных постройках Гайского АЭФ по адресу дом номер 12, переволок водогонной поселок Зийский ЗМИРГА Харьковской области. Постановление обжалование подлежит, подпись судьи Пархометка. Значит, Анатолий Федорович, обыск у нас начинается в 20 часов 24 минуты. Будьте добры, если у вас есть какие-либо документы, а также ценности, либо еще какие-либо предметы, которые вот зачитаны в постановлении, будьте добры, их выдайте добровольную. Дело в том, что у меня по случаю не адвокат. Там непонятно, какие вам нужны документы, ценности и предметы. Я вам объясняю. Здесь конкретно в постановлении это не указано. Но нас интересует конкретно то, что находится сейчас в данный момент у человека в его, например, в сейфе или где он хранит свои документации. Я прошу прощения, вы можете как следователь более конкретно, то есть если вы проводите у человека обыск, вы можете более конкретно сказать предметы, которые вас интересуют? Потому что просто сейчас брать ему все ценности вам выносить со всего дома, это как бы глупо. Я вам говорю, нам просто нужно на данный момент пройти сейчас, вот мы при понятых, пройдем, посмотрим, какие документы присутствуют. Если мы обнаружим те документы, которые интересуют нас для уголовного дела, и непосредственно тогда эти документы мы уже будем изымать. Нет, какие документы? Вибачьте, я присутствующий тут, народный депутат Филенко Володимир Пилипович, я присутствующий тут по звернанию громады Нагацька, я буду исследовать конституционную деятельность следствия группы. Как член правового комитета я буду исследовать правочинность решения этого вопроса. А как человек, я вам скажу сразу, если бы эти деньги были не перечислены и вкрадены, тогда бы я понял, что вы их тут шукаете. А если они перерахованы, то вы должны исследовать документацию, которая гражданином Нагацького, бывшим главой администрации, передана новой главы администрации Морайева. Я вам объясняю, мы же не просто так здесь собрались, я как бы позвонил, прошу, давайте пойдем. Я вам говорю, конкретных документов мы сейчас по месту определим. Нам не нужны эти документы, нам не нужны документы на властность его домовладения, это нам тоже не надо. Нас конкретно интересуют документы, которые, например, связаны с ООО котельной больничного комплекса, о перераховании данных денежных средств. Вы мне послушайте, я говорю, вот документы, которые непосредственно относятся к ООО котельне больничного комплекса, Причем тут ценности. Послушайте, которые были перерахованы, понимаете, может есть какие-то... Так документы я понимаю, ладно, документы. С этим отделом есть какие-нибудь, если уже тут снимают, скажите следователю, у вас в доме находятся какие-либо документы, связанные с основанием возбуждения этого главного дела? У меня в доме ни одного документа по этому поводу нет. И еще, я хочу сказать следующее, значит, ни повестки, ни устного вызова, ни в райотдел, ни в прокуратуру... А как вы будете вызначать, вы не преступник или не преступник? Я начальник БЭП, я начальник БЭП, я начальник БЭП, я его зовут Вячеслав Павлович. Я могу показать свое служебное удостоверение. Вячеслав Павлович, я так понимаю, будете проводить вы... Он будет проводить следователь, а мы будем участвовать. Да. И сотрудники... Но Вячеслав Павлович, я так говорю... Я же ваше служебное удостоверение. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» А скажите, пожалуйста, нашли то, что искали? Без комментариев, уважаемые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Невероятно интересная детективная история, которая сегодня была в Зминском районе, у меня в домовладении, когда служба безопасности организовала шоу по отношению к экс-главе администрации Зминского района. Они искали какие-то документы. Документы, которые, как после они пояснили, что отношение имеют в 2008 году про проплату котельно-лекарняного комплексу в районе миллиона гривен. Была комиссия бюджетная, была сессия районного совета, выделены деньги. И голова районной державной администрации на то время Гацько Анатолий Федорович сделал свои первые функциональные обовязки и перечислил эти деньги. Сейчас они придумывают, знаете, шоу не только для Зминского района, а и для всей Харьковской области. Почему? Потому что в начале обыска пришел, представился некий Морозов, а его там коллега был на улице, приехали как гангстеры на джипе, черном большом джипе Хонда, без передних номеров, а задние американские. Это спецслужбы американские, наверное, работают. Почему? Потому что это не больше, не меньше, это предвыборная компания, суета для того, чтобы показать на одном из лучших районов Харьковской области. В то время, сейчас, к сожалению, это не так, что плохо работал глава администрации Гацько Анатолий Федорович. Я хочу сказать, не было повестки прокуратуру, не было повестки правоохранительные органы. Как стало известно, сейчас опросили начальника, бывшего начальника финансового управления, порушений нет. Я жил, живу и буду жить в Минском районе. Я с открытым лицом смотрю своим жителям каждый день, никуда я не уезжаю. А то, что они организовали шоу, знаете, время пройдет и оценку дадут избиратели через 2,5 месяца.